МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Премио с опознавательными знаками ГИБДД были немало удивлены, обнаружив на днище машины характерный сварочный шов. Это ставит полицейскую машину в один ряд с так называемыми распилами. Напомню, что такие транспортные средства вне закона. Их не ставят на учет в ГИБДД, а при выявлении аннулируют регистрацию. Сотрудники Приморской автомастерской не растерялись. Сняли видео и выложили в сеть. А эту фотографию сделали обычные автомобилисты. Кто-то решил пойти против системы в самом прямом смысле этого слова. Ситуацию сравнили с игрой ГТА, похожий уровень беспредела. Также в социальных сетях заявили, что автомобилисты на Золотом мосту нередко идут против течения. Возможно, тому виной сложные развязки. В подтверждение пользователей сети выложили это видео. Как он здесь оказался? Генератор доброй половины новостей в крае. Союз сладкой парочки козла и тигра под угрозой. И всему виной прекрасный пол. Пользователи сети всерьез обеспокоены брачной перспективой Амура. Ему привезли тигрицу. Пока она живет в соседней клетке, но спустя несколько месяцев ее переведут к супругу. Различные варианты развития событий предлагают в социальных сетях. Тигрица кинется на козла, а Амур будет его защищать. Будет великая битва, экшн-трансляция и 10 миллионов онлайн-просмотров со всего мира. А что, если козел отобьет тигрицу у Амура? Братана на бабу. Фууу. Слава богу, уже сожрут они вдвоем этого козла. Нашли ситуацию. Тем временем дружбу животных эксперты называют спланированной акцией. Зоозащитник Александр Кулагин в интервью одному интернет-изданию заявил, что это мощный пиар-ход, а никак не счастливая случайность. Этот козел рос у фермера вместе с огромной собакой породы Алабай. А тигр Амур – самый робкий тигр, который привезен из Хабаровского зоопарка. И который, в принципе, не хотел выходить из клетки. Это тигр, выращенный в неволе, домашний. Был искусственно составлен особый сценарий. Но если Амура подержать голодным недели две-три, то он сожрет этого козла. Не самые радужные перспективы, с которыми, впрочем, не согласны в Приморском сафари-парке. Как и со всеми словами зоозащитника, его заявления называют ложью. А информацию о прошлом животных лишь слухами. И в заключение фото недели. Этому городу нужен новый герой, считают пользователи сети. И это не набившая скомину Илья Логутенко с его Владивостоком 2000. И не парочка Тимура Амура, а матрешка. Правда, в комментариях предположили, что на ее месте должен быть снег, которого этой зимой явно не хватает. Напоминаю, что любой зритель и даже вы можете стать мобильным репортером ОТВ Прим. Мы ждем ваших сообщений в WhatsApp по номеру, который сейчас вы видите на экране. Или пишите на мою личную почту. С вами была я, Настя Ярошенко. О следующем улове в приморских сетях расскажу через неделю. Удачи!